Приветствую вас на канале Star Life TV. В этом видео я расскажу о подсказках для человечества в клипе Макса Коржа «В темноте». Клип белорусского исполнителя Макса Коржа на песне «В темноте» вышел еще в 2013 году. За 9 лет он набрал почти 34 миллиона просмотров. Песня «В темноте» отличается от большинства творений современных исполнителей глубоким смыслом. В ней содержатся подсказки для человечества, которые могут помочь изменить жизнь в лучшую сторону. Клип показывает историю простого парня, который добивается цели и исполняет свою мечту. Текст песни и видеоряд к ней вдохновляют на новые достижения и мотивируют человека не сдаваться. Макс Корж начал свою профессиональную певческую карьеру в 2012 году. «В темноте» была одной из первых работ исполнителя. В более поздних творениях артиста местами присутствует символика, поэтому в данном видео в качестве положительного примера будет рассмотрена только конкретная песня. Клип Макса Коржа на песню «В темноте» больше напоминает любительскую съемку. В нем нет спецэффектов и замысловатого сюжета. Текст песни полностью совпадает с видеорядом, что превращает клип в живую историю. В творениях современных артистов это большая редкость. С первого взгляда название песни «В темноте» вызывает не совсем приятные эмоции. Однако в контексте песни становится понятно, что таким образом автор символично показывает положение человека в этом мире. Люди в большинстве своем действительно находятся в темноте. Они лишены истинных знаний о мире и своих возможностях, а потому им приходится двигаться наугад, как слепым котятам. На первых кадрах клипа показываются серые будни обычного студента. Сначала Макс едет в вагоне метро, затем он сидит в аудитории на лекции, которые ему явно неинтересны. После этого певец снова спускается в метрополитен и возвращается домой. На его лице заметны грусть, усталость и безысходность. Подобным образом проходит жизнь практически всех людей. Большинство из нас встают каждое утро и едут на нелюбимую работу или учебу. Люди не могут заниматься тем, что им действительно нравится. Все потому, что общество навязывает стандарты так называемой нормальной жизни, в которой человек вынужден думать лишь о том, как заработать на кусок хлеба. Видеоряд сопровождается следующими словами. «Мы с тобой – два белых облака, и для чего мы рождены?» «Лететь куда ни попаде или идти путем иным», «Заполнять вагоны под землей или покинуть города». Тебе, конечно, будут говорить, выхода нет, но выход есть всегда. В этих строчках артист говорит о том, что большинство людей даже не задумывается, в чем заключается смысл их существования. Подобно облакам, они плывут по жизни в том направлении, в котором их несет ветер. Люди не знают о своих возможностях, а система настойчиво твердит, что по-другому жить нельзя и от человека абсолютно ничего не зависит. Такие установки выгодны представителям мировых элит, превратившим людей в бесправных рабов. Далее в клипе показываются моменты, на которых главный герой занимается тем, что ему действительно нравится. Макс Корж пишет песни при любой удобной возможности. Параллельно с этим он проводит время вместе с любимой девушкой, роль которой исполнила актриса Нино Нинидзи. Таким образом нам показывают, что сделать человека счастливым может любовь и возможность заниматься своим делом. Строчки припева говорят о том, что важно не сдаваться, даже если кажется, что находишься в полной темноте. В темноте летай, летай со мной. Выход ищи там, где солнце видней елей. На следующих кадрах клипа мы видим, как главный герой сталкивается с отсутствием денег и неприятием его творчества окружающими. Макс дает послушать песню лучшему другу, однако тот явно не одобряет его работу. Затем артист приходит к известному продюсеру, который отказывает ему. Корж не сдается и часами ожидает под дверью другого продюсера. Но тот даже не желает его слушать. Таким образом мы видим, как легко обесценить мечту человека и внушить ему, что у него ничего не получится. Слова песни, звучащие на фоне всего этого, в полной мере относятся к шоу-бизнесу. Где деньги, там и зло. Где успех, там и зависть. Далее в песне идет своеобразная инструкция, как воплотить свою мечту в жизнь и стать счастливым. Сначала Макс поет о том, что важно развивать интуицию и доверять ей. Не слушай никого, лишь твое сердце, оно все знает. Только прислушиваясь к внутреннему голосу и состоянию души, можно выбрать правильный путь и принять верное решение. Следующие строчки песни дают отсылку к осознанным сновидениям, которые помогают в исполнении желаний. Оберегай свою мечту, навещай ее во снах. Чтобы желание исполнилось, его нужно визуализировать как можно чаще. В этом помогают осознанные сновидения. В них человек может прокручивать сценарий того момента, когда желаемое уже достигнуто. Все это способствует воплощению задуманного наяву. Далее Макс Корж поет следующее. Тебе, конечно, будут говорить, как надо жить. Но можно жить не так. В этой строчке говорится, что добиться успеха можно лишь в том случае, если верить в него. Система же будет стараться сделать все, для того, чтобы эту веру подорвать. Далее в клипе мы видим, как главного героя одолевает отчаяние. Придя домой, он скидывает с полок вещи и громит все вокруг. Любимая девушка старается поддержать его в трудную минуту. На следующих кадрах певец пытается смириться с тем, что ему не суждено заниматься любимым делом. Он вновь потерянный едет в метро, а затем старается вникнуть в учебный процесс во время занятий. Следом он проходит мимо стены с оборванными объявлениями. Акцент делается на предложениях кредитов, которые загоняют человека в настоящее рабство. Перевернув листок со строчками новой песни, Корж смотрит на объявления о работе в офисе. На следующих кадрах он уже одет в классическую форму офисного сотрудника с бейджиком на груди. Таким образом мы видим, как под действием системы человек теряет надежду осуществить свою мечту. Однако концовка клипа удивляет своим позитивом. Придя домой, Макс обнаруживает на почте письмо, в котором говорится, что его песни понравились известному лейблу. Таким образом мы видим, как его мечта осуществляется. В этом моменте спрятана еще одна подсказка для человечества. Наши желания начинают сбываться только тогда, когда их отпускаешь и как бы забываешь о них. При этом важно продолжать верить в то, что все получится. В песне в этот момент звучат следующие строки. Кто-то на уши все время вяжет. Ты добра от них не жди, не жди. Далеко не улетишь, тебе скажут. Но ты лети, лети, лети в темноте. В конце клипа мы видим, как Макс Корж, его девушка и собака, искренне радуются тому, что артист осуществил свою мечту. Казавшееся совершенно невозможным, сбылось в тот момент, когда этого уже перестали ждать. В целом клип Макса Коржа на песню в темноте представляет собой историю успеха со счастливым концом. Он мотивирует человека не сдаваться на пути к своей цели, верить в мечту и возможность заниматься любимым делом. В ролике мы видим пример здоровых отношений. Девушка не отвернулась от любимого в трудный момент, а затем разделила с ним его радость. Песню Макса Коржа в темноте и клип на нее вполне можно отнести к положительному контенту, который дает людям важные подсказки, помогающие изменить к лучшему свою жизнь и мир в целом. Спасибо за просмотр! Подписывайтесь на канал, ставьте лайки!